В преддверии юбилея известного нашего земляка, историографа и литератора Николая Михайловича Карамзина, Ульяновск посетил Фёдор Богородский, его прямой потомок, по линии старшего брата Василия Михайловича Карамзина. Больше 10 лет Фёдор Богородский живёт в столице Уругвая, Монтовидео, где возглавляет дом Карамзиных, и как экономист занимается проектами, а также пропагандой русской культуры в странах Латинской Америки. В Ульяновском дворце книги он посетил фотовыставку «В поисках Карамзина» фотографа и путешественницы Ольги Рачковской. Экспозиция посвящена швейцарскому маршруту Николая Карамзина, описанному в письмах русского путешественника. Там же в библиотеке состоялась его встреча с ульяновцами, где он рассказал о себе и его родственниках. Фёдор Богородский любезно согласился дать эксклюзивное интервью корреспонденту издательского дома «Ульяновская правда». Как давно вы узнали, что вы родственник Николая Михайловича? Я всегда знал. Прямо с рождения? Да, прям с рождения. А от кого вы узнали? От бабушки Сойфа Васильевна Зумовской, советского ступореда, автора многочисленных работ о Кравченко, о Фёдоре Богородском, о Пластове, и у него довольно много работ. То есть она и Пластовым? Да. Интересно. А сколько вам лет было тогда? Примерно? Год 5, наверное, 6. И что она вам рассказала? Она всегда мне рассказывала об истории нашей семьи, всегда рассказывала о том, откуда мы, где она родилась в Саратове, где родился наш основатель семьи, это прадед Крандзина Николай Михайлович, что мы на самом деле мы татары. Да. Вот это видно. Фотография самого Крандзина, его брат, что итарские черты лица. Что вторая нашла, и на Тульяновск, Симбирск. Третья, это Нижненовка, это четвёртая, это Синдукия. И все оказались в Москве, я потом стал жить в Рубай. Откуда пошла ваша фамилия? У вас же фамилия... Фамилия Богородский. Богородский, а Крандзин? Крандзин и Богородский, да, это по линии отца. Я вам исследовал фамилию Богородский, хотя мог бы взять фамилию Вразумовский Крандзин тоже. Эта фамилия была дана по линии священнослужителя, который служил в церкви в селе Богородском. Ему была дана фамилия Богородский, и я её взял. Нужно сказать, что священник вообще был рода очень много. У линии Вразумовских тоже был священник. То есть у нас практически по каждой линии были священнослужители. А вы знаете, что Крандзина у них тоже священнослужители, но они только по мусульманской линии. А вы были на родине Крандзина? Хотя сейчас спорят, что Крандзин родился. Крандзин, по нашим данным, родился в Ульяновской области, в Крандзинке. Другого в нашей семье нет. Все записи, они не только... И переписка, копия переписки, и Раиса Михайловича, это всё шло из Крандзинки. И новости о рождении сына, когда мать писала, то это всё было именно в Ульяновске. То есть вот это тот самый посёлок Крандзинка, который под Ульяновском. Абсолютно и вот. Вы теперь частые гости в Ульяновске. Что вам здесь больше всего понравилось? Я имею в виду Крандзинская библиотека. Мне, во-первых, понравились ульяновцы. Да, очень добрые люди, очень душевные и приятные разговоры. Мне очень понравилась числота города. Город очень чистый, и не только, я имею в виду, от мусора, и ментально очень чистый. Очень рады, зачем вы люди. Мне очень понравился порядок управлений, с точки зрения государства. Пожалуй, не каждый регион может похвастаться такой прозрачностью и таким порядком. Очень понравился губернатор. Очень активный, и он действительно болеет за своё дело. Действительно пытается не только спасти регион, но и привлечь инвестиции в регион, чтобы ульяновцев всегда была улыбка на лице, чтобы они всегда были счастливы. Но у вас планируется совместный какой-то проект? Ну, всё в жизни может быть. Например, в Латинской Америке очень востребована техника для фермеров. Потому что, конечно, Латинская Америка — это, прежде всего, фермерство, это сельское хозяйство, это животноводство и это виноделие. Что есть в Ульяновске? В Ульяновске есть у вас. Ульяновский автомобильный завод, который выпускает непосредственно автомобили для фермеров, которые очень востребованы в Латинской Америке. В Ругвай, в Аргентине, в Перу, в Бразилии. Я очень удивлён, что до сегодняшнего момента кто-то этим не занимался, потому что даже представительств нет. А спрос большой. На рынок Латинской Америки выходили китайцы с китайскими джипами, но вы знаете, качество такое, что год проездят, и потом не ездят. Потом эта техника имеет кучу проблем обслуживания, проблемная техника. И латиноамериканцы любят качество, любят цепь. Поэтому, конечно, если продукция есть качественная, и если у нее разумная цена, они сделают выбор и пользуются, это несомненно. Ну и второй момент, то, что Латинская Америка издавна это родина, вторая родина Жигулей и УАЗов, что советская техника, она собиралась и поставлялась через Бразилию в другие страны. Сам популярный модель, четвёрка и Нива, тоже очень популярная машина. УАЗ был популярен в Министерстве обороны Уругвай, Аргентина очень сильно, и в Бразилии. В Бразилии сейчас собирается, по-моему, Тигр, насколько я помню, это военная техника такая для полиции, которая сушит. А про УАЗ забыли, и я вот напомнил Сергею Ивановичу как раз сегодня, что Сергею Ивановичу надо обеспечивать доход регионам, и лишний рынок сбыта заводу точно не помешает. Тем более, когда есть спрос на техниках. А вы пробовали, всё-таки родственник ваш, литератор, историограф, писать пробовали сами? Я люблю поэзию, да, я чуть-чуть пишу стихи. Меня отец готовил выступать в Алгик в своё время. То есть... Я готовился на художнику и кино. Когда я заканчивал школу, я с отцом поставил два спектакля, это в Курском драматическом театре Инни Пушкина, и постсоверсвятой мой клуб, и в Владимирском театре. Были попытки сниматься в кино, когда мне было, наверное, 12 лет. А фильм какой? Это был фильм «Раз в договоре, не беда», это детская сказка, которая была снята в Крыму уже в самом последнем, практически, в последние годы СССР. Может быть, совершенно не пишет ещё? Спасибо большое! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова